всем привет мои хорошие сегодня я решила испечь хлеб хлеб никогда в жизни не пекла но так как у меня вот есть такой прибор это мульти кухня redmond есть вот такая замечательная рецептурная книга здесь 200 рецептов и в общем я вот как приобрела вот этот прибор теперь я в общем то хочу испытать разные разные тут режимы и в общем то попробовать какие-то блюда которые никогда не готовила но очень хочется попробовать ну наконец-то у меня дошла очередь до хлеба здесь несколько рецептов хлеба но я выбрала хлеб овсяный вот я хочу показать вам этот рецепт и ингредиенты какие здесь нужны ну что ж давайте приступим к выпечке и так что нам понадобится мука пшеничная 580 грамм я уже отмерила и нужно будет ее просеять еще овсяные хлопья помол номер 2 100 грамм вот такие овсяные хлопья семена подсолнечника очищенные 50 грамм дрожжи сухие 20 грамм я уже все отмерила на весах сахар 20 грамм соль 10 грамм здесь вот в одном стакане вода комнатной температуры 420 миллилитров вот я уже отмерила масло растительное 30 миллилитров ну десять из них пойдет на смазку чаши смазывание чаши первым делом нужно просеять муку дальше просеянную муку мы добавляем все сухие ингредиенты это у нас идет овсяные хлопья дрожжи семечки и сахар с солью теперь нужно все это тщательно перемешать делаем небольшое тут углубление и дальше мы сюда вливаем масло и вливаем воду будем помешивать и вливать в воду постепенно сейчас в лице соус сухие ингредиенты и вливаем масло и все это у нас тоже это вливаем масло и так же это делать чтобы в них были кислору овся. вот такой вот этой масло поставлено вот такой вот и все это выложил я замешиваю пока ложкой сейчас немножечко она вот берет в себя муку все посмотрим когда уже не будет сильно таким жидковатым и тогда можно будет руками уже ну вот теперь можно уже и руками немножко поместить тесто к рукам прилипает ну сейчас мы дадим ему немножко постоять чтобы она там пропиталась равномерно влагой а сейчас мы подготовим мультикухню для этого нужно нам достать сначала паровой клапан вот он здесь находится моего вытаскиваем крышку обратно ставим на место достаем чашу выливаем в чашу вот эту часть столовую ложку масла сколько у нас там осталось и размазываем это масло по чаше вот так вот я просто размажу немножко по стенке и по дну просто рукой все ставим на место мультикухня готова дальше что я хочу сделать написано в этой тетрадке такого ничего но это уже я просто от себя решила что так надо сделать выложу я это тесто на стол и мне нужно его скатать в общем-то в шарик и положить в мультикухню и немножко муки посыпем чуть-чуть сверху чтобы она не прилипала чуть-чуть помесим чуть-чуть вот сделали сформировали вот такой шарик и теперь этот шарик мы опустим нашу чашу ну вот наш шарик там уже лежит мы закроем крышку и поставим режим хлеб на три часа режим хлеб на три часа через два часа нам нужно будет хлеб перевернуть за час до окончания приготовления ну все теперь ждем ну вот прошел час и я открываю крышку чтобы посмотреть мне нужно сейчас перевернуть этот хлеб хлеб хорошо поднялся так ну не знаю получится ли перевернуть его будем надеяться что получится вот какой симпатичный так ну теперь его туда надо обратно все прекрасно все продолжаем еще час выпекать два часа прошло уже еще один час осталось вот наконец-то время вышло открываем крышку так и достаем наш хлеб сейчас его нужно вынуть отсюда также я его сейчас накрою крышкой и и вуаля вот такой красивый каравайчик у нас получился а теперь ему нужно будет постоять остыть я его накрою полотенчиком вот так и пусть остывает ну вот теперь наш хлебушек остыл и можно его разрезать такой вот каравай ну вот прям хлеб такой настоящий получился внутри он еще тепленький смотрите какой семечками ну я его еще хочу попробовать сейчас само собой отрежу еще один кусок ну что мои хорошие хлебушек испекся вот такой вот симпатичный полотенчик получился хлеб просто прелесть пахнет свеженький такой сейчас я его хочу попробовать немножечко вкусный сейчас хочется намазать его маслом а еще даже хорошо намазать плавленым сыром очень вкусный очень в общем хлеб я испекла первый раз жизни хлеб у меня удался можно гордиться собой можно будет теперь пробовать уже другие рецепты хлеба выпекать ну а на этом все я хочу свое видео закончить ставьте лайк подписывайтесь на мой канал кто не подписан и до новых встреч пока пока